Истец Случилось в семье большое горе Умер мой муж от инфаркта Что мы пережили в этот момент Это просто Не передать словами, не описать У нас остался еще общий несовершеннолетний Сын Коли, которому 5 лет Ну Похоронили мы Рому Погоревали, погоревали Пришло у нас значит момент Делить наследство А так как мы жили В добрачной квартире с моим мужем Квартира была моя В собственности у него был только Внедорожье 2014 года Нам сделали заключение Экспертизы, что стоимость автомобиля Равна 2 миллиона 149 тысяч Таким образом Я как жена Получила одну вторую Часть этого автомобиля А вторую половину По закону делится Между нами троими Матерью моего усопшего мужа Нашим сыном и мной И получилось, что нам досталось По одной шестой Сыну одну шестую Нине Лаврентьевне одну шестую И мне одну шестую В совокупности у меня получилось 4 шестых Ни я, ни моя свекровь Ни соответственно мой сын Мы не имеем водительских прав Мы не можем быть водителями И машина просто у нас стоит Гниет И будет гнить Вот видите Она простояла целый год Целый год И вот для того, чтобы Прийти в суд это доказать Заказывали еще одну экспертизу Машина потеряла 359 тысяч Это огромные деньги Еще потеряет Я прошу вас признать Собственность ответчика Недействительной Потому что я хочу продать машину То есть вы хотите, чтобы за вами было признано Право собственности на автомобиль На автомобиль, да С выплатой компенсации Одну шестую Я и отдам Которую ей причитается Какую сумму вы намерены выплатить? Мы посчитали Там выходит 289 тысяч 333 рубля Эту сумму До процесса До судебного Я уже положила В банке На депозитный счет Мне деньги твои не нужны Ответчица Объясняла вам Почему она отказывается От компенсации За автомобиль За свою долю А я вам сейчас объясню А я пока у вас не спрашиваю Да Она говорит Что я увезу внука Я хочу просто продать автомобиль И на эти деньги Переехать в Санкт-Петербург И начать жить с чистого листа Не увезешь Квартира чья? Квартира моя До брака Да То есть это не брачное имущество И не наследственное имущество Нет-нет-нет Это добрачная квартира Она моя Ну скажите пожалуйста Если вы переедете В другой город У ответчицы Будет возможность Общаться с внуком? Ради бога Я ей говорю Приезжайте сколько хотите Я не ограничиваю Ни в коем случае Их общение Пожалуйста Пусть его там На каникулы забирают Пусть к нам приезжайте Я не против Я просто хочу Уехать из этого города И забыть вот эту боль Которая У меня здесь сейчас Да, боль у нее Большая боль У нее Потеря Мужа Ага Ну вот невозможно С этим человеком договориться Ну никак А сейчас ответчица Общается с внуком? Да, конечно Общается А кто ж кроме меня-то? А как же вы будете Продавать этот автомобиль В случае Если за вами будет Признано право Собственности Если там доля ребенка Вы уже продумали этот момент? Ну так как я Опекун уже ребенка Ну прямой представитель Представитель ребенка То я могу Распоряжаться же его долей Можете Но с разрешением Органов опеки Попечительства Да Ребенку 5 лет Ребенку 5 лет И эти все деньги Пойдут естественно На улучшение Жилищных условий То есть Чтобы предоставить Все условия Для дальнейшего проживания Поняла вас Пожалуйста Ответчик Слушаю вас Я так поняла Что вы возражаете Да Я против этого иска Хотя у меня Одна шестая доля Но это все равно Наследство И со мной должны Считаться Своим решением И мнением Потому что Я не хочу Чтобы Татьяна Из Подольска Увозила В Санкт-Петербург Моего внука Потому что Вот ее слова Которые она здесь Говорит Что у нее боль Это самое Воспоминание Что она Бросит Хочет бросить Наш город И уехать Так Она хочет Начать С чистого листа В этом городе Вместе со своим Любовником Потому что При жизни Мужа У нее был Любовник Не успели Мы похоронить Рому Моего сына Как тут же Она его Притащила В дом А теперь Могу приехать В этот город Когда Я накоплю Денег Я накоплю Денег Конечно Но у меня Пенсия Пардун 11800 А где я буду жить Там У меня денег Не будет Ну у нас Я же не наезжусь Я же туда Видите Истец Говорит Что будете У нас Оставаться Они когда Уедут В чужой город Вы что Думаете Будет Этому дяде Нужен Коля Тебе Он думаешь Будет Нужен Нет Ну подождите Отвечек Ну что же Вы считаете Что она Молодая Женщина Она что Не имеет Права Свою Личную Жизнь Я не буду С внуком Это единственное Что у меня Осталось От сына Мало того Что она Лишила Меня сына Почему она Его лишила Да потому Что она Его довела До инфаркта Своими гульками Как вы можете Так говорить А теперь ты хочешь Лишить меня Внука Не получится Это единственный У меня человек Который остался От сына И не дам Я его увезти Оставайся жить В нашем городе В нашем подольске Вы эгоистка Вы меня не понимаете Я прощу тебе Что ты Я не буду Обращать внимание Что у тебя Новый муж Никакого у меня Нового мужа Нету А в кем Что ты поедешь Вы его видели Вы свечку держали Где Тут свечки Нижать не надо Город маленький Все видели И ваше честь Если сделаете Вы это Вы просто Решите Меня Внука Скажите Ну а как же Тогда поступить С машины Так и будет стоять Да мне не нужны Эти деньги Мне нужно Чтобы сын Внук мой Был рядом со мной Чтобы я могла Каждый день С ним общаться Чтобы я могла Видеть Скажите А какие у вас Жилищные условия Вы в собственной квартире У меня своя квартира Да Ну может быть вам Поменять тогда Квартиру Если вы так любите Внука Чтобы быть рядом С ним Помогать его Воспитывать Будете с внуком По музеям ходить Нет вашей честь Пусть она остается В этом городе Пусть живет Со своим любовником А машина Так и будет стоять Под окном А машину Ладно Машину конечно Можно продать Но с условием Чтобы она оставалась В этом городе Ну как же Можно вынести решение Она забежит отсюда Вы думаете Она хочет Новую жизнь Там устроить Куда-то В Санкт-Петербурге А что она хочет Она лежит от стыда Потому что Весь город Знаете Что она гулящая Что она любит Мужчин Как вам не стыдно Да мне не стыдно Это тебе должно быть стыдно Суд удаляется Для вынесения решения Прошу всех встать Куда ты без меня денешься Кто с ним сидеть-то будет Кто будет смотреть за ним Если бы вы мне так были нужны Я бы не уезжала от вас Без вас справлюсь Конечно справишься А то ты справлялась Чужую тетку там найдете Да приезжайте Приезжайте Вот даже Вам суд предложил Свою квартиру продать И переехать Рядом с нами жить Кто мешает-то Эгоизм Или старшим маратом А тебе что мешает Остаться Я уже объяснила Что мешает Куда ты едешь Как раз встать Оглашается решение суда Суд принял решение Иск удовлетворить Прекратить право собственности Ответчицы На принадлежащую ей долю Автомобили С момента выплаты Истиции Полной стоимости доли ответчицы По рыночной цене Данного автомобиля Признать за истицией Право собственности На весь автомобиль После полной выплаты Денежной компенсации Суд удовлетворяет заявленные Исковые требования Исходя из того Что доля ответчицы Составляет Одну шестую долю В автомобиле Эта доля Незначительна Доля ответчицы Не может быть Реально выделена Так как автомобиль Является Неделимой вещью И на основании Статьи 133 Гражданского кодекса Российской Федерации Суд принимает решение О возможности Выплаты компенсации В сумме указанной Исцом В пользу ответчицы Ответчица С момента вступления В законную силу Решения суда Утрачивает Право собственности На долю В данном автомобиле При этом Суд обращает Внимание истиции На то Что в данном автомобиле Имеется еще Доля ребенка В размере Одной шестой И соответственно В случае Принятия решения О продаже автомобиля На основании Статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации А также Норм Гражданского кодекса Российской Федерации Данная продажа Может быть осуществлена С предварительного согласия Органа опеки И попечительства Дело закрыто Прошу всех встать Ну что Ну вот видите Суд Пробилось Решение суда Иск удовлетворить Я благодарна суду Что он удовлетворил Мой иск Наконец-то у меня Появятся теперь деньги Чтобы уехать С сыном в другой город Чтобы быть рядом Со своим внуком Мне действительно Придется наверное Продать квартиру В Подольске И уехать В Санкт-Петербург Ну что делать Продолжение следует...